Четыре вида животных 70 миллионов лет назад смогли ужиться в одном гнезде. Палеонтология 14-23-21 фев. 2019 сложность 2.5. Четыре вида животных 70 миллионов лет назад смогли ужиться в одном гнезде. Окаменевшая яичная скорлупа и нанцарнисовые птицы. Гэррф Тайк. В Румынии нашли гнездо, которое делили четыре вида животных. Два вида птиц, геконоподобные ящерицы и небольшие крокодиломорфы. Как сообщается в Scientific Reports, палеонтологи нашли его в отложениях позднего мелового периода, сформированных 66-72 миллиона лет назад. В современном животном мире подобное соседство разных видов встречается довольно часто. Как пример можно привести геконов Дарвина, которые откладывают яйца в гнезда бакланов или чаек. Так они обеспечивают яйца теплыми защитой, а себя едой, поскольку едят водоросли, которые птицы используют при сооружении гнезда. Рептилии Гаттерии живут в норах кочурок, которые тыроют, чтобы выводить птенцов. Но кочурки активно днем, а Гаттерии ночью, так что друг другу они не мешают. Дарвинов, Нанду и Хохлаты и Тинамо в Патагонии гнездятся и выводят птенцов бок о бок с магеллановыми пингвинами. Но насколько совместное гнездование было типично для древних животных непонятно. Палеонтологи довольно часто находят кладки яиц древних рептилий и птиц, но в подавляющем большинстве случаев это скорлупа и яйца лишь одного вида животных. Скопление окаменелостей, которые указывали бы на совместное гнездование нескольких видов, ученые находили лишь в единичных случаях. Исследователи из пяти стран под руководством Гарета Дайка, Гарет Дайк, из университета Бабеш-Баяя писали еще один, возможно, древнейший, случай совместного гнездования. В центре Румынии, в отложениях позднего мелового периода, сформировавшихся примерно 66-72 миллиона лет назад, они нашли скопление окаменевшей яичной скорлупы и отдельных костей разных видов позвоночных животных. Авторы изучили морфологию костей, а скорлупу, 230 фрагментов, проанализировали с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии. Выяснилось, что в скоплении содержались куски скорлупы, почти целые яйца и кости четырех видов животных. Самой многочисленной, порядка 70%, была скорлупа яиц и анансарнисовой птицы. Около 28% скорлупы оставила рептилия из надотряда крокодиломорф. В оставшихся отдельных фрагментах ученые опознали скорлупу яиц какой-то птицы неизвестного вида, а также скорлупу и яиц гекона подобно ящерице. Исследователи предполагают, что, вероятно, нашли гнездо и анансарнисовой птицы, в котором нашли приют еще несколько видов животных. Авторы считают маловероятным, что скорлупа других видов осталась. Эта беда или ужина хищного и анансарниса ни на одном из фрагментов не сохранилась следов желудочного сока. По мнению ученых, вероятнее всего в гнезде откладывали яйца как минимум четыре вида животных. Возможно, анансарнисовая птица соорудила гнездо в укромном месте, которое образовали сезонные наводнения. Здесь кладка была спрятана от хищников, а остальные животные уже позже подселились, так как крупная хищная птица защищала не только своих будущих отпрысков, но и их потомство. Недавно палеонтологи показали, что птенцы анансарнисовых птиц были довольно беспомощными. Ранее ученые считали, что анансарнисы вылуплялись довольно развитыми, они могли сами бегать и кормиться и довольно быстро начинали летать. Но оказалось, что сначала кости скелета у них были довольно мягкими и окостеневали неравномерно, так что до начала полетов проходило некоторое время. Екатерина Русакова Продолжение следует...